Меня зовут Денис. Я работаю в DINC в команде Monitoring Tools. И наша команда занимается всем, что так или иначе связано с мониторингом. Это Zabbix, Eocastec, Txtec, Grafana, а также множество сервисов, которые реализованы нашей командой. Одна из задач, которая стоит перед нами и связана с темой доклада, это необходимость сбора мониторинг событий из множества разрозненных источников, обработка этого потока, фильтрация, после чего события появляются уже в конечной точке, где с ними работают живые люди. В рамках доклада мы поговорим немного о самом мониторинге, чтобы все участники примерно понимали, о чем речь, даже те, кто с мониторингом никогда не работал. Поговорим об ITLE процессах, которые практикуются у нас в компании, о том, как те или иные процессы представлены в виде каких-то внутренних сервисов, как они влияют на нашу работу и конкретно даже на наш сервис обработки событий, который мы как раз и реализуем и который будем обсуждать. После чего мы перейдем к обсуждению основных подходов в обработке событий, рассмотрим на примерах все эти основные подходы, и перейдем уже к рассмотрению той системы, которая есть у нас в компании, которую мы разрабатываем, поговорим о ее сильных и слабых сторонах и обсудим планы дальнейшего развития. Как уже Соня сказала, вопросы можно будет задать в конце. Итак, поехали. Первая тема у нас это мониторинг. И что вообще такое мониторинг? Ну, я бы сказал, что мониторинг — это процесс сбора метрик, анализа этих данных и уведомления о каких-то аномалиях, происходящих в вашей инфраструктуре или в ваших каких-то приложениях. Сбор может осуществляться разными способами, но, как правило, вы ставите на сервер какую-то программу, которая собирает данные и отправляет их уже в базу данных системы мониторинга. Такими данными могут быть загруженность процессора, загрузка сети, состояние, количество свободного места на диске или в памяти, состояние баз данных или очередей или какие-то бизнес-метрики вашего приложения. Одним словом, все, что вы посчитаете нужным для оценки работоспособности вашего сервиса. Но данные, собранные и лежащие где-то сами по себе, не так хороши и не так полезны, как хотелось бы. И для уведомления о проблемах используются специальные условия, которые называются триггеры. При срабатывании триггера как раз создается событие. Например, вы можете создать триггер, который создает событие всякий раз, как только количество свободного места на диске падает до 10% и ниже. Вообще каждый триггер также определяет степень важности или критичности любого события. Это называется сховом severity у нас обычно и у многих других, наверное. И здесь перечислены те severity, которые мы используем у себя. Вообще это забикс severity от самых незначительных до самых страшных и ужасных. Ну и после того, как событие создано, нужно об этом как-то кого-то уведомить. Я расскажу, как это происходит у нас. Событие, как только оно появляется в системе мониторинга, оно попадает после этого во внутренний сервис, который называется EMS консоль. Ну и сам сервис EMS, его UI-часть это EMS консоль. EMS расшифровывается как Event Management System. И именно UI представляет из себя веб-страницу, на которой в удобном структурированном виде отображаются все открытые и активные на данный момент события. И эта страница, она постоянно и непрерывно мониторится командой Network Operations Center, NOC Team. Задача NOC-инженера сделать определенный набор действий над каждым событием новым. То есть эта операция называется Акноледжмент, или коротко АК, и подразумевает под собой создание тикета в специальном проекте Jira, где ведется переписка по инциденту, отметка на событии специальным флажком, что оно зааконо, и уведомление уже дежурного в ответственной опс-команде, которая отвечает за этот данный конкретный сервис. Тут стоит подвести итог после мониторинга, что для нас в рамках вот этого разговора об обработке событий, для нас продуктом системы мониторинга являются сами мониторинг события. А мониторинг событий — это не что иное, как просто документ, который говорит о том, что, где и когда случилось, и насколько это важно. Ну и, соответственно, этот документ мы можем представить в каком-то человекочитаемом виде даже в том же JSON. Далее у нас идут процессы, и говоря о процессах, я, конечно же, имею в виду IT, Information Technology Infrastructure Library. IT — это набор детально описанных подходов и практик к организации работы в сфере IT. Внедрение таких процессов позволяет повысить корпоративную культуру компании и сделать ее более клиентоориентированной. Вообще IT содержит в себе множество различных процессов, но мы будем говорить только о части из них. Это часть, которая больше относится к operations и к нашей тематике сегодняшней. А именно, это управление инцидентами. Процесс, который направлен на восстановление работоспособности сервиса в максимально короткие сроки. У нас он в компании представлен в рамках сервиса внутреннего под названием IMP, Incident Management Portal. Следующий процесс — это управление проблемами. Тут, наверное, может возникнуть такой вопрос, что возникнуть мысль, что инцидент и проблема — довольно похожие понятия, особенно если вы не знакомы с терминологией. Но по IT у проблемы это скорее многократно повторяющийся инцидент, если очень просто. У нас в компании процесс представлен в виде части функционала сервиса под названием PSP, Production Support Portal. И сам процесс направлен на поиск и учет всех текущих проблем. Управление изменениями — это процесс, цель которого — сделать любые изменения в вашей инфраструктуре или в ваших сервисах наиболее безопасными, контролируемыми и предсказуемыми. У нас он представлен в компании сервисом под названием CMP, Change Management Portal. И дальше идет управление конфигурациями. Цель процесса управления конфигурациями — это сбор и поддержание в актуальном состоянии любых конфигурационных данных, то есть состояние разных ваших железок или даже конфигурация софта, в том числе какие-то вещи, которые выжажены документами. Все подряд и связи между этим. У нас он в компании представлен в виде сервиса CMDB относительно молодого. Это Configuration Management Database. Ну и по сути это просто база с удобным API, который позволяет вам получать все эти разные данные, в том числе с различными связями между ними. И последний процесс — это управление событиями. Это как раз то, о чем мы сегодня будем говорить. Представлен он как самим мониторингом у нас, так и системой обработки событий. С процессами закончились, закончили, и теперь переходим уже к обработке. Первое, что нужно сделать, чтобы приступить к обработке событий, это, конечно, собрать все в одном месте. Это все ваши события от разных мониторинг-систем, все какие-то данные из различных внутренних сервисов. Здесь у меня перечислены те источники событий, которые есть сейчас у нас в компании, и этот список постоянно растет, и я не думаю, что когда-либо будет сокращаться. Помимо мониторинг-систем здесь также есть сервисы, то есть наши приложения внутренние, которые сами по себе являются источниками событий, то есть они без участия в мониторинг-систем могут генерировать события. Также есть сервисы, которые создают события на основе каких-то других данных. Например, у нас есть сервис, который постоянно мониторит определенный ящик электронной почты, куда приходят рассылки от дата-центров. И таким образом мы создаем события, уведомляющие ног инженеров о каких-то важных событиях в дата-центрах. Здесь перечислены все источники данных, но даже уже не все источники данных, которые мы используем в обработке, и несколько обособленно здесь стоит CMDB. Почему? Потому что CMDB в будущем должен стать для нас такой центральной точкой для доступа вообще к любым данным, которые мы используем в обработке событий. То есть он должен собрать это все в себе, поддерживать в актуальном состоянии и предоставлять удобный, непрерывный и надежный доступ к этому. Ну и как только мы все собрали в одном месте и приступили к обработке, первое, что необходимо сделать, это отфильтровать поток, тот поток событий, который мы собрали. Почему это нужно делать? Потому что в потоке неизбежно возникают дубликаты. У нас это связано в первую очередь с природой самой доставки, то есть дубликаты неизбежны, потому что у нас дублирующий подход к доставке, и мы просто смирились к этому и воспринимаем как данное. Кроме того, фильтровать иногда может понадобиться, ну скажем, даже не фильтровать, а затротлить какой-то поток событий от определенного хоста, который генерирует слишком много событий, что приводит уже к деградации в вашей системе обработки событий в целом. Следующий подход — это агрегация. Агрегация — это подход, который позволяет объединить несколько событий мониторинга в одно. Тут изображена схематично совершенно стандартная ситуация для любых мониторинг событий. То есть в рамках своей жизни любое мониторинг событий, оно, во-первых, создается, во-вторых, оно сколько угодно раз может обновляться и в конце концов закрывается. Так вот для мониторинг системы все это разные совершенно события, как правило. Но для нашей системы обработки эти разные события воспринимаются скорее как апдейт такие операции. И мы по созданию событий и последующими обновлениями только меняем одну и ту же сущность в итоге. Следующий подход — это корреляция. Корреляция — это подход, который позволяет из большого количества ивентов, событий, выявить те, которые наиболее важны. Достигается это путем построения связей между событиями. И здесь настоящий пример. У нас есть некоторый гипервизор, на котором работает множество виртуальных машин. И на виртуальных машинах уже работают различные сервисы, базы данных, различные приложения. И если падает гипервизор, то алертить начинает все сразу. Так вот, зная, что с чем связано, мы можем однозначно указать на первопричину всех проблем. И, допустим, для ног инженера не будет необходимости делать лишнюю работу, просматривая все-все-все события, которые совершенно не важны, когда есть у них единственная причина. И последний подход — это обогащение или enrichment. Мы его активно используем, наверное, наиболее активно. И, как я уже говорил ранее, что для нас событие — это всего лишь документ, и мы можем в него что угодно дописывать, чтобы сделать его более информативным. И, в общем-то, мы так и делаем. То есть, допустим, если у нас какое-то событие от виртуальной машины, мы можем прямо в это событие дописать данные о том, на каком гипервизоре это виртуалка, какой у нее сетевой сторидж. Или другой пример, допустим, вот я рассказывал про консоль до этого, про процесс эскалации. Мы записываем прямо в событие данные о том, какая команда отвечает за данное конкретное событие, за данный конкретный сервис. То есть, как только событие попадает на консоль, мы уже знаем, кому нужно его эскалировать. Это тоже на этапе enrichment происходит. Ну, на этом теоретическая такая вводная заканчивается, и мы переходим уже к рассмотрению той системы, которая есть у нас. Будем говорить о том, как она появилась и как развивалась. Когда-то давно, когда я еще даже не работал в компании, я слышал, что у нас был только Zabbix. И Zabbix на самом деле довольно мощная штука. В ней продвинутый такой функционал, который можно расширять, я слышал, скриптами. Но дело в том, что в какой-то момент Zabbix у нас стало больше. Ах да, тут также показал я UI Zabbix. UI позволяет работать с событиями. Ну, тут вот стандартный UI, который отображает все активные, открытые на данный момент события. Здесь можно делать те же Aki, Acknowledge, и возможно даже и что-то еще. Я им никогда не пользовался, поэтому больше не скажу. Но в какой-то момент Zabbix у нас стало больше. Их стало 4, что и послужило причиной появления первой версии именно той EMS-консоли, о которой мы будем говорить. Она тогда еще называлась Nog-консоль. Суть работы ее была такова. То есть был бэкэнд на PHP, который собирал события из всех Zabbix, которые есть на данный момент, и генерировал статичную страничку, на которой они отображались. Выглядит она жутковасто для нашего времени, но надо понимать, что это разработка где-то десятилетней давности. У нее были некоторые проблемы. Например, все ссылки, которые здесь есть, они ведут на соответствующие Zabbix, и прямо со страницы нельзя выполнить какие-либо операции. Вы просто кликаете на ссылку и идете в конкретный Zabbix, а уже там работаете с событием. Соответственно, через некоторое время появилась более совершенная версия, современная версия этой консоли. Схема работы ее тоже поменялась. Тот же бэкэнд на PHP все так же собирает события из Zabbix, но здесь появляются некоторые простые функции обработки событий. В обработке используются данные, собранные из различных внутренних сервисов, и отдельного внимания заслуживает UI, который тоже сильно изменился и стал гораздо лучше. Выглядеть он стал следующим образом. Здесь события уже отображаются в более удобном виде, сгруппированном. То есть, но к инженеру нужно тратить меньше времени на поиск каких-то действительно важных вещей. У него меньше информации, она в более сжатом виде, и кое-какая информация уже появляется в самих событиях в результате энричмента, который делает наш бэкэнд. Ну и через некоторое время наша команда решила, что в таком важном деле, как обработка событий всего мониторинга, нужно какое-то проверенное, надежное решение известное, и таким решением стал продукт под названием BMC Team, True Site Incident Management. Вообще BMC довольно известный игрок на рынке подобных систем, и у них есть еще и другие продукты. Три года назад, когда я только пришел в компанию работать, BMC Team активно внедряли, и тогда мы еще не знали, какие сюрпризы он нам готовит. Собственно, схема работы немного изменилась. Так как у BMC не оказалось никаких возможностей по интеграции даже самыми популярными мониторинг-системами, как Zabbix, например, нам пришлось оставить свой бэкэнд, который отвечал за сбор событий из разных источников, в том числе сбор данных, конечно, потому что это уже внутренние сервисы, и для них не может быть готовых интеграций, и отправлял их в BMC. Но, как оказалось, хоть у BMC и был UI для отображения результатов его работы, этот UI был непригоден для использования. Он был написан, ну, не был, а есть написан на флэше. Ужасно тормозит. В общем, использовать его совершенно невозможно, и это неудобно, он нерасширяемый. А у нас уже на тот момент был довольно продвинутый продукт в плане UI. Консоль, конечно, тоже с тех пор изменилась, и, допустим, на данный момент у нас уже есть версия, которая реализована на React, это получается уже третья такая реинкарнация этого продукта. Ну, пожалуй, если кому-то интересно, я могу рассказать, почему именно на React, потом подойдете, чтобы не останавливаться. В общем, за три года опыта внедрения и эксплуатации BMC Team мы поняли, что он не только не решает наши проблемы, но и зачастую является причиной этих проблем. Почему так происходит? Ну, в первую очередь, потому что он работает в однопоточном режиме, и вы не можете его масштабировать вертикально. То есть сколько бы железа вы ему не дали, он все равно будет работать по-прежнему. Во-вторых, там хоть и есть какие-то возможности для горизонтального скейлинга, они довольно неудобные. Они приводят к усложнению архитектуры, ими неудобно пользоваться, и в итоге все это выливается в то, что вы имеете продукт, который не справляется с вашей нагрузкой, у которого очень слабая производительность. Как я говорил раньше, у BMC очень плохие возможности по интеграции, и дело даже не в том, что нет готовых каких-то интеграций, но и тот API для взаимодействия с системой, которая есть стандартно в стандартной поставке продукта, он оказался нестабильным, и нам пришлось от него тоже отказаться. Отказаться пришлось в пользу бинарных файлов, которые тоже шли в комплекте, и бинарные файлы уже для представления данных используют довольно непопулярный, наверное, малоизвестный формат барок. Кто-нибудь слышал в зале про формат барок когда-нибудь? Если и да, поднимите руки. Вообще никто. Хорошо, один человек. Нам нужно поговорить. В общем, так как формат барок довольно непопулярная штука, и так как мы взаимодействуем с системой из нашего бэкэнда, нам пришлось для него написать самостоятельный парсер. И последний момент, который стоит осветить, это язык МРЛ, на котором как раз реализуется вся логика обработки событий. С ним тоже есть проблемы. Например, он также непопулярен, он используется, насколько я знаю, только в BMC. Больше нигде. Допустим, для него нет подсветки синтаксиса. Подсветку синтаксиса мы тоже написали для себя самостоятельно, потому что довольно неудобно работать с каким-то кодом, который просто вот так. Он не тестируется никак, в нем нет возможности протестировать ту логику, которую вы реализовали. В общем, это довольно неудобная штука. И о проблемах BMC на самом деле можно говорить бесконечно, но будем идти дальше и поговорим об еще одной проблеме BMC. Точнее, той же самой проблеме производительности. Здесь приведены данные по тестированию производительности BMC. Это именно в нашей конфигурации и на наших нагрузках. Тут вторая колонка – это размер стейта. Стейтом мы называем все активные и открытые на данный момент события, которые в данный момент в системе присутствуют. Тут главное, на что нужно обратить внимание, это на то, что с ростом стейта у нас очень сильно деградирует производительность. И даже на стандартных, на низких размерах стейта мы имеем всего 41 событие в секунду, что чудовищно мало. Но нужно понимать, что здесь в обработке событий есть своя специфика. Для каждого события нужно применить около сотни разных правил в виде кода. Поняв, что нужно что-то менять, мы решили поискать альтернативы. И здесь перечислены на слайде те продукты, которые мы рассматривали в качестве альтернативы. Сверху бесплатное open-source решение, снизу платное SaaS решение. Apache Flink нам очень советовали и выглядел он довольно интересно, но мы решили его не брать, потому что у нас в команде нет ни одного аджевиста, там это довольно важно. На VOSO2 Stream Processory мы делали proof of concept решения, полностью его завершили, и он оставил двоякие впечатления. На самом деле продукт довольно крутой и мощный, но сложилось ощущение, что он нам просто не подходит. Когда мы что-то на нем реализовывали, это было сделать всегда сложно и не очень понятно. Скорее создавалось ощущение, что продукт работает против нас, а не для того, чтобы помочь нам. Со всеми компаниями из нижнего списка у нас были демки с представителями компаний и я бы сказал, что у них у всех одна и та же проблема. Проблема в том, что они продают в основном UI свой. Нам это не нужно, потому что у нас давно уже есть свой UI, который довольно крут и во многом он не то, что не уступает, во многом он даже превосходит все эти продукты. Кроме того, наш UI, он тесно интегрирован в наши сервисы и в наши процессы, что сделает внедрение любого из этих продуктов довольно сложным делом, долгим и затронет не одну команду на долгое время. Кроме того, в итоге вы еще получите вендор лог. Поэтому от всего этого мы отказались. Ну и также мы подумали, почему бы не написать нам систему обработки событий самостоятельно, ведь мы уже знаем, что сделать и вроде кажется, что это не так много. И при разработке такого рода системы мы ставили себе следующие цели, то есть критерии, которым она должна удовлетворять. В первую очередь это, конечно же, надежность, потому что с потерей работоспособности такого сервиса мы теряем возможность оценки ситуации в нашей инфраструктуре вообще, что равносильно просто катастрофе в наших масштабах. Этот сервис должен быть масштабируемый как горизонтально, так и вертикально, то есть он должен на полную использовать ресурсы, вычислительные ресурсы, которые ему выделяются, при этом иметь какое-то задел на будущее под масштабирование, под наш рост. Он должен быть простым в настройке, в обслуживании, и это как раз то, чего не хватает сильно в BMC, возможностей по дебагингу и тестированию, чтобы можно было отследить на каждом этапе, что и когда происходит с событиями в процессе обработки, и покрыть в конце концов тестами логику обработки событий, которая у нас есть. А здесь в таблице указаны те наши критерии по производительности, которые при достижении которых собственная разработка вообще имела бы смысл в наших масштабах. То есть их хотелось бы как минимум добиться, а лучше призойти. Главное, чего хотелось бы добиться, это, конечно, уменьшение деградации производительности с ростом стейта как раз, чтобы стейт не сильно влиял на производительность системы. Ну и, в общем, для разработки мы выбрали следующий стек. Кавка для организации потока событий как промышленный практически уже стандарт и широко используемый в компании инструмент. Для реализации самого приложения язык Go как мощный, многопоточный, при этом простой, как палка просто. И для хранения результатов обработки мы выбрали MongoDB. Тут, наверное, многие спросят, потому что на тему баз данных всегда есть холивары. Почему мы выбрали MongoDB? Да не почему. Просто мы ее много где используем, знаем, как готовить, и она нам нравится. У нее есть очень хорошее преимущество для именно такого рода данных, что событие оно постоянно меняется, у него появляются разные новые свойства, то есть структура его не постоянно, меняется довольно часто, поэтому Mongo здесь как-никак лучше. Реализовав приложение само, мы сделали в нем логику обработки, около десятка правил, которые есть у нас сейчас в продакшн-версии нашей системы обработки, правила различной сложности. В кавку мы запустили поток событий из одного реального забекса, а к MongoDB подключили настоящую версию нашей консоли, нашего UI, и получили ограниченную, но рабочую систему. Результаты по скорости нас очень порадовали даже. Оказалось, что весь поток событий из одного забекса за две недели, а это порядка 300 тысяч событий, система перемалывает где-то за пять минут. Это около тысячи событий в секунду. И как видно из наших тестов, стейт практически не влияет на производительность. Ну, понятно, там она все еще далека по той нагрузке, которая есть сейчас у нас в продакшне, но все же. Ну и подводя итог к тому, что к той системе, которую мы сделали, перечисляя плюсы и минусы, можно сказать, что самый большой минус у нее заключается в том, что вам нужны очень большие ресурсы на исследование и разработку. Вы будете сталкиваться с нестандартными различными нетривиальными алгоритмами и проблемами, которые нужно пережить, изучить и решить каким-то образом. У вас не будет никакой поддержки, потому что вы сами пишете себе систему, и никто о ней ничего не знает. Высокая цена ошибки. Какое-то неправильно принятое решение в начале может вам впоследствии аукнуться и придется переделывать пол-системы и более. Ну и в конце концов это огромная куча работы, и вам придется отодвигать какие-то проекты в угоду данному проекту, как, допустим, случилось у нас. Это не всегда возможно. Из плюсов, конечно же, чрезвычайная гибкость. Вы можете сделать систему такой, какой вы ее придумали, чтобы она идеально подходила под ваши процессы, идеально встраивалась в вашу инфраструктуру. Она будет быстрой, с заделом под оптимизацию. То есть современные технологии обеспечат ей скорость работы на начальном уровне, но в какой-то момент вы можете найти слабые места, подкрутить и сделать ее еще лучше. Ну и в конце концов это интересно и весело, а мотивация разработчиков не последнее дело. Вот. На этом все. Стоит еще сказать, что сейчас мы уже работаем над продакшн-версией вот этой системы, закончив proof of concept стадию. И, вероятно, через некоторое время, как только накопится большое количество всяких интересных проблем, с которыми мы сталкивались, и интересных решений, будет вторая версия доклада. Так что следите за новостями и приходите. Вопросы? Спасибо.